Коми Инта Жители Ухты терроризируют стаи бродячих собак. Бездомные псы обосновались в районе проспекта Зирюнова. Агрессивные животные пугают горожан, которые гуляют в лесу или ходят за водой к местному источнику. Виктор Прокушев разбирался в проблеме. Этой паре еще повезло. Бездомные собаки ее просто облаяли. Довольно часто стая набрасывается на людей. Сегодня видел, когда шел гулять в лес. На женщину напали штук 15-20, наверное. Историй о том, как собаки напали и даже покусали, теперь в городе ходит много. А потому любители пеших прогулок нынче ходят в лес с опаской. Всегда берут с собой предмет, которым можно отмахнуться от своры. Накидываются стаи на людей. У нас штукатура работает, шла на работу. Так вовремя я еще на машине подъезжал и саму машину разогнал. Проблема большая. Как-то решать надо. Кто-то борется с бездомными животными самостоятельно. Ставит ловушки и капканы. На службу по отлову собак такие люди не рассчитывают. Впрочем, есть те, кто считает, проблема не в собаках, а в их бывших хозяевах. Вот эта собака, которая выкинутая, потом с кем-то, извините меня, подружится, рождаются оттуда щенки. Поэтому собаки становятся бродячими. Виноваты в этом люди. Ухтинские власти пытаются решить проблему. В прошлом году они заключили контракт на отлов собак с местным спецавтодором. Он, в свою очередь, нанял для этой работы частного предпринимателя. Его бригада выезжает строго по заявкам. И в этом году уже отловило на проспекте Зирюнова 8 собак. Всем, кто все-таки столкнулся с агрессивной стаей, специалисты советуют вести себя спокойно. Не махать руками, не бросаться на собак с палкой. В таком случае есть все возможности уйти от животных невредимым. Виктор Прокушев, Юрий Еглов, Олег Белькеев, телеканал Юрган. Ухта. Продолжение следует...